МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире Азовный ФОВ в студии Кристина Брехунцова. Сегодня в программе. В городе и районе прошли митинги, посвященные 9 мая. Автопробег в честь 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Рабочее совещание мэра и заместителей. Сразу несколько серьезных происшествий зарегистрированы в городе и районе в день празднования 9 мая. Житель села Кулешовки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевые ранения своему товарищу. Потерпевший находится в больнице. В Азове в результате драки один житель получил чипно-мозговую травму и был госпитализирован. Утренние митинги, посвященные Дню Великой Победы, пришли организованно и спокойно. О параде в городе расскажут наши корреспонденты. Солнечным утром 9 мая на площади около городского дворца культуры под звуки знаменитой песни «День Победы» начался праздничный парад, посвященный 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Возглавили шести ветераны. По традиции школьники города выстроились в живой коридор по обе стороны Петровского бульвара, отдавая дань уважения людям, прошедшим войну, тем, кто ценой своей жизни подарил будущее новым поколениям. Практически каждый стремился подарить ветерану букет. К концу парада ветераны были буквально усыпаны цветами. Празднование продолжилось торжественным митингом, собравшиеся почтили память павших минутой молчания. Победа далась тяжело всей стране и каждому отдельному городу. Треть азовчан, ушедших на фронт, домой не вернулись. Эта беда затронула всех людей, все семьи. И поэтому этот праздник поистине выстрадан народом, поэтому он поистине всенародный, поэтому он поистине великий. И то количество людей, которое сегодня пришло отметить этот праздник вместе с нами, говорит о единстве народа, о его силе, о его духе, и о том, что вот эта сила остается всегда внутри нашего народа. В дни празднования наш город посетил мэр кипрского города Побратима Агланжи Костес Кортес. Мы, конечно, впечатлены тем, как организовано у вас мероприятие, но еще большее впечатление на нас произвело то, как относятся ваши люди к ветеранам. И особенно, как молодые ребята относятся к тем старикам, которые воевали на фронтах войны. От имени депутатов Азовской городской думы собравшихся поздравил заместитель председателя Юрий Голованев. Подвиг советских людей, остановивших фашизм, велик. Цена этого подвига – жизнь. Теряя свою жизнь, мы во имя жизни других людей, советские воины с гранатой в руках бросались под немецкие танки, закрывали собой взоты, шли на даран вражеских самолетов. После митинга ветераны и официальные лица возложили цветы памятникам воинам, погибших во время Великой Отечественной войны и других сражениях. Празднование продолжилось в дворе Городского дворца культуры. Для ветеранов были накрыты столы и приготовлена солдатская каша. Несмотря на то, что после победы прошло почти 70 лет, каждая годовщина важна как для участников войны, так и для всех жителей страны. В этот праздничный солнечный день приятно ощущать себя частицей Великой Родины, частицей родного Азова. Находясь в кругу боевых товарищей Анатолия Петрович Пильник, другие, я чувствую, испытываю чувство гордости за все то, что достигнуто нашим Отечеством, за великую победу, за мирный труд после войны, за наше будущее во благо родного Азова. Очень значимое, очень важное, и не только, скажем, для меня, для всех тех, которые остались в живых, и для всего нашего народа. Евгения Симакова, Кристина Прихудцова, Людмила Улихина, Азов.Инфо. В селе Кулешовка также прошел митинг в честь 67-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие представители администрации Азовского района, депутаты местного и областного парламента. От имени Законодательного Собрания я хочу поздравить вас с этим светлым праздником. С праздником, который не подлежит какому-либо обсуждению, не претерпел каких-либо изменений. Я рад, что сегодня в этот праздник собралось много людей, много молодежи. Они с пониманием относятся к той великой победе, которая была одержана советским народом. Крепкого вам здоровья, дорогие ветераны. Долгих вам лет жизни. Молодежи удачи во всех ваших начинаниях. Депутат Игорь Пакус поздравил с праздником 9 мая ветерана войны, единственного оставшегося в живых из Азовчан участников парада победы 1945 года Андрея Сапухина. Игорь Пакус навещает Андрея Ивановича уже несколько лет подряд. Он стал не только гостем, но и другом ветерана. Луч солнца золотого зимы скрыла длина. И между нами смотрит вдруг выросла стена. Андрей Сапухин больше, чем герой. Он единственный оставшийся в живых из Азовчан участников парада победы в Москве 1945 года. Прошел всю великую отечественную 13 раз, жизнь висела на волоске. А он продолжал верить, что солнце взойдет. И в 88 продолжает. Во-вторых, не пьющий. Девочки, не смейтесь. Третий, не гулящий. Единственный в мире мужчина ненастоящий. Настоящий. Навестивший ветерана в канун 9 мая депутат Донского парламента Игорь Пакус на правах друга и личного доктора позволил себе не согласиться с этой удачной рифмой. Напротив, Андрей Сапухин самый настоящий герой войны. Поздравления с праздником. DVD-проигрыватель в подарок и первый показ. Воспоминания о знакомстве депутата и ветерана. И памятна, и познавательна с медицинской точки зрения. С тех пор прошло два года. Ветеран войны, как отметил Игорь Пакус, ничуть не изменился. Я больших изменений не вижу. Спасибо. Прическу немножко изменили. Тогда было... Прическу, да. Немножко другая прическа. Но это дело вкуса. Он с годами меняется иногда. Участник сложнейших сражений в Севастополе, Крыму, обладатель Ордена Славы Третьей степени Андрей Сапухин, прошел путь от рядового до комсорга. Спустя 67 лет после Великой Победы Андрей Иванович по-прежнему раздает команды. Только теперь в роли подопечных близкие. И их главная задача окружить вниманием гостя и друга. Во-первых, в этом почтенном возрасте заставляете себя активно жить, а это уже подвиг. Это уже подвиг. Во-вторых, доносите из первых уст это все до молодого поколения, которое должно понимать, что произошло тогда и что бы произошло, если бы этого подвига тогда не было. О войне Андрей Сапухин может говорить бесконечно, особенно о тех минутах, когда жизнь висела на волоске. Момент был такой. Или я, или он. Или он меня, или я его. Честно говорю, это так. Но я прыгаю сразу. Сразу я подумал. Быть может, когда-то в кабацкой драке заданул мне под сердце финский нож. О жизни вне войны Андрей Иванович рассказывает скромно. Все, как у всех. Какой же тут подвиг? Дети, внуки, правники. Очень часто обращаемся к Игорю Олеговичу, консультируемся у него по поводу здоровья Андрея Ивановича. Вот. Ни в чем, в общем-то, мы не имеем отказа. На прощение депутат Донского парламента Игорь Пакус взял с Андрея Ивановича обещание, что они обязательно отпразднуют вместе 70-ю годовщину Победы. А встреча в канун 68-й и 69-й – дело уже решенное. Анастасия Дичко, Андрей Сикачев, Азов. Автопробег в честь 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в городе Азове, Азовском районе. Репортаж продолжит тему. В предпраздничные дни, посвященные Дню Победы, стартовал автопробег по памятным местам города и района, организованный Азовской автошколой и учебно-спортивным клубом ДСАФ. Стала уже традиционным ежегодно автошкола ДСАФ и УСТК ДСАФ проводят автопробег, посвященный в честь Дня Победы. Проезжаем по городу Азову и по району, возложаем цветы. В автопробеге принимали участие и казаки. Мы отдаем дань памяти азовчанам, которые были расстреляны в годы войны на этом месте. Мы, казаки станицы Азовской 45-го профессионального училища, помним, чтим и благодарны нашим старшим товарищам, которые победили в этой тяжелой страшной войне. Колона из 15 машин в сопровождении ДПС и машины скорой помощи направилась к вечному огню, где были возложены венки и цветы. Такая же процедура состоялась и на речном вокзале у памятного катера. Далее маршрут пролегал по улице Московской, где автоколона сделала еще одну остановку у памятника летчикам. И далее путь лежал к месту расстрела азовчан в годы Великой Отечественной войны. 67 лет назад отремели последние залпы ужасной кровопролитной войны. И сегодня мы чтим память тех, кто ковал нашу победу. Мы чтим ветеранов, низко слоняем голову перед их подвигом. Мы помним о тех, кто погиб на фронтах войны, кто погиб от тяжелой работы в тылу. С каждым годом события Великой Отечественной войны уходят все дальше. Но память о подвиге наших солдат, о погибших мирных жителях живет в наших сердцах. Говорят, люди живы, пока память о них жива. Валентина Сираж, Александр Истомин, Людмила Улихина, Азов.Инфо. Сергей Бездольный провел совещание с заместителями. Мэр остался доволен организацией праздников, но отметил, что в следующем году во время митинга необходимо предусмотреть все, чтобы ветераны чувствовали себя более комфортно. Мэр побратима Азова Агланжи Костас Кортас сегодня посетил Азовский детский дом. Репортаж продолжит тему. В Азовском детском доме состоялась встреча с представителями делегации города Побратима Агланжи, которые посетили Азов с официальным визитом в дни празднования Дня Победы. Песнями встречали гостей и воспитанники детского дома. Парламентарий и мэр Агланжи прошли по уютным холлам, игровым комнатам и спальням только что отремонтированного здания. А мэр Агланжи преподнес небольшой подарок от жителей города Побратима. Делегация Агланжи с особым интересом приехала в детский дом. Всегда вискепсима забегеогумы на вискепсуме этот хоро. В каждый приезд наш в Азов мы стараемся посещать этот дом. Я думаю, что именно это то место, которое для общества делает очень большую работу. После торжественной части состоялся концерт, подготовленный воспитанниками детского дома. Александр Истомин, Людмила Улихина, Азов.Инфо. Голосование за участников программы «Среда» с Алексеем Скляровым продолжается. Звоните по телефону 61554 и выбирайте нового гостя передачи. Юрий Голованев, заместитель председателя Азовской городской думы. Александр Федоров, начальник полиции Азова. Владимир Лукин, уполномоченный по правам человека Российской Федерации. Валерий Бевзюк, глава Азовского района. Григорий Коломейцев, начальник ГАИ города Азова. Игорь Репьев, главный архитектор Азова. Владимир Парфенов, заместитель мэра по социальным вопросам. Один человек погиб в результате крупной аварии, которая произошла 8 мая на трассе Азов-Ростов. Водитель автомобиля Рено, направляясь из села Кулешовка в Донскую столицу, не справился с управлением и допустил съезд на обочину. Машина перевернулась, погиб один пассажир. Еще два человека пострадали. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. До свидания. 11 мая ясная температура воздуха днем плюс 30-32, ночью 20-22. Ветер восточный 5 метров в секунду. Влажность воздуха 56%. Уровень воды в реке Дон на 27 сантиметров выше нормы. Температура воды в реке Дон плюс 20. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Гомофон в норме. Восход солнца в 5 часов 50 минут. Заход 20-45. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин